Редко ли вам приходилось видеть, когда от чужого имени в угоду своих интересов дела творились и творятся? Так Ленин был нужен Сталину, чтобы его именем творить беспредел во благо собственной власти над людьми. Сколько расплодилось тех в бессонных ночах, заботившихся о нас, о нашем благе, о здоровье нашего тела, о нетленности души нашей. Всем управляет власть денег и жажда к власти. Как часто сейчас мы слышим разговоры о христианстве, о православии, о Библии, о Боге. У истинно верующих лишнего слова не вытащишь. Другие же для вас осветят и машину, и офис, и домик на 120 комнат. В любом виде нарисуют икону и календарь, в соответствии с немалыми расценками днем или ночью. И для здравия придут, и для упокоя какую-нибудь утварь для продажи создадут, чтобы, пользуясь ею или нося ее на себе, не бояться никаких испытаний. Выплеснут на ваши головы неиссякаемое море литературы, в которой мало вы что понимаете. Но которая очаровывает вас своим иносказательным языком, и красотой иллюстрацией. Которая может в себе нести и Слово Божие, и слова дьявола. Всегда легко одурачить тех, кому некогда разбираться в том, что не несет материальных ценностей. А вот когда начинает в дом не только стучаться, но и влезать беда, упущенное время бывает безвозвратным. Стены всех заведений, ряженых комнат, с новоявленными, одаренными. Но в обязательном порядке, потомственными целителями, отбирающими у вас последние, вывешаны самыми лучшими иконами. Их телефоны раскаляются до бела от усердия убедить вас, навязать, запугать. И только лишь в целях получения личной выгоды во благо себе, но не для процветания мира. Они привлекают ранее неведомые им способности к отъему последней вашей копеечки, призывая к вашей решительности и совести, которые колеблются в оказании помощи только потому, что она связана с огромными финансовыми затратами по излечению, обреченного насмерть. Они все высосут из вас. А когда тот человек уйдет в иной мир, они обвинят вас во всех смирных грехах. И только потому, что вы не расстались с самым для вас святым иконой, доставшейся вам от вашей матери. Тяжела участь таких, издевающихся над муками вашими. Здесь другие поля принимают участие в процессе постоянного изменения кармы. Думается мне, что в этой жизни не удастся им спасти свою судьбу, как не удастся уберечь от страданий детей их. Тот, кто будет сомневаться в вашей преданности православию, столько выложит цитат из Библии, чтобы дурачить вас. Нисколько не меньше одного моего родственника, который приедет к нам в дом для решения вопросов, связанных с его бизнесом, вытолкнет массу давно заученных фраз, касающихся чистоты жизни Господней. А дальше несется приобретать очередные ценности, в виде земель для отдыха, денег за аренду сдаваемого помещения, шмутья для тела, да поглощать мною выращенную морковку с удовольствием, говоря и объясняя, что Московское заражен нитратами. Он всегда от меня уезжает до боли огорченным и проклинающим те дни, которые свели его знания с моими ощущениями о Боге. И какая у них может быть карма? Говорящий одно делает другое. Он даже в угоду более бурного развития своего бизнеса, свою украинскую фамилию, дабы приблизиться к монархам, сменил на Романова, которые правили государством 300 лет. Но не позволила кармическая грязь наращивать его бизнес. Он в три года рухнул. Только под угрозой тяжелые болезни и смерти начинают бурным потоком течь наши молитвы. И молитвы друзей наших. Молитва всегда помогала в беде, но не следует ждать прихода несчастья, которое заставит вас делать всего благо исцеления. Молитва должна стать неотъемлемой частью нашей жизни. Не в пафосе подчеркнутых слов и жестах, не в скороговорке, а вынутых из глубин выстраданного и пережитого, осознанного и сокровенного, не в движении маленькой иконки, болтающейся на нити в салоне машины, не в словоблуде, которое способно вытаскивать из уст направленные по всем адресатам фразы. Мы же христиане, грешно это, грешно то, мы же православные. в том числе на веру и религии. Уже не модно быть обычным человеком. Обязательно спросят, а ты православный, а ты крещённый, а есть у тебя духовник. в этот странный мир, имея образование, но не быть образованным, быть поэтом, но не иметь таланта писать стихи, способности писать стихи, у которых должно быть самое главное предназначение наличие души, способные добраться до каждой клеточки, чувствующего и переживающего за всё сердце. Сколько гадких, но красиво говорящих, сколько неумных, но способных вести за собой в бездну, сколько лживых и неискренних, наделённых собственной верой в то, что они способны обращаться к жаждущим от имени Бога. Сколько кричащих «ты же мужик», но не желающих оценивать первоначальность себя. Сколько называющих себя христианами и православными, говорящих другим о их грехах, но не способных начать оценку своей жизни, а всегда ли и всё он соблюдает сам, что требуется для верующего? Отказывается ли сам он от всего соблазняющего и привлекающего его? А всё ли сам выполняет, начиная с молитвы, пред любой трапезой, чтобы для красного словца бросить упрёк? А это всё влияет на состояние кармы, верующего и неверующего, знающего и только догадывающегося. В мирской одежде и рясе с крестом на шее и без него не утверждайте того, отчего не загорались, чего не выстрадали, не пережили. Не говорите о всё сжигающем огне, если он не обугливал вам руки и ноги. не заслоняйте свои грудь у того, у кого нет никакого желания пройти через испытания и трудности, способные просветлять сознание. не трактуйте то, что может стать предметом обсуждения, но в чём вы достаточно не разобрались. Вы как флаг понесёте карму ответственности за содеянное, и если эта ответственность не пугает вас, встаньте под мост только что построенной вами, которая существенно отличается от радужного. Как вот я сейчас несу ответственность за каждый мной крик или произнесённое слово или только желанием помочь отличать одного человека от другого не только по действиям словам, но и по внутренним ощущениям. Выделять слова, убеждения и призывы одного батюшки от другого. Попытаться понять и проанализировать действия одни и иные попытаться найти причины вашей любви к одному и нелюбви к другому. Всё говорят за себя лица. Очень много информации о людях несут в себе их фамилии, но это отдельная тема для беседы. Попытайтесь понять, почему столько внешней похожести стало во людях, почему пропала индивидуальность, с помощью которой выстроена структура личности. «Каждому ли надобно нам прислушиваться духовному лицу, служителям церкви, священнослужителям любой степени христианской церковной иерархии или посредника между нами и Богом других религий. структура». Какая разница, какая если Бог един? Неважно, насколько мы религиозны, стены и своды религии, созданных человеком, не доходят до небес. Главное иметь Бога в душе. Он один и отличия лишь в обрядах. Все давно поставлено на поток. С желанием вернуть сжатые сроки стране взамен разрушенных большевиками и фашистами строятся новые и новые монастыри, соборы и церкви. А сколько ждущих тех старых, замешанных на истинной вере, замешанных на яичных желтках, построенных на века, да не на любом свободном или отведенном для строительства месте, да на деньги, которые по копеечке, по желанию во благо, купола которых крылья тяжелым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Сколько их пребывает за пределами столицы в страданиях, но духом несломленных, в полуразрушенном состоянии, с исчерканными стенами яркими, яркими, глазницами, созданными расхитителями камней и кирпичей, народной слезой радости когда-то политых, не раз оскверненных, но и с полинами до конца стоящих, и к вере, и чести взывающих, до сих пор несущих нам благодать Божья. И когда же теплые руки реставраторов коснутся святынях, когда пылающие сердца истинно верующих обретут желание, прежде чем родить новое, позаботиться оживущим, пусть не в полном здравии, когда придет прозрение готовых к созиданию способных и умеющих соединять свои души с сончайшими душами все видящих. Лики старых и новых обителей для души настолько разительно отличаются друг от друга, насколько гниющие, приступившие к распаду тела усопшего отличаются от той оболочки из дорогой породы дерева до под глянцем, до переплетенной лентами и цветами, в которую он помещен для погребения. Быстро можно сейчас построить собор или церковь, пусть не из кирпича, так, из бетона, ибо лучше, конечно же, что-то иметь, чем, обладая желанием приобрести, не найти того, к чему сердце и душа тянутся. Но как можно быстро взрасти тех, которые способны стать посредниками церковью между Богом и нами грешными, готовых пострадать за истину и веру, как многие ранее, ступив на алтарь и отдав себя огню святому, но не предав, не продав, не обличив. Как можно иметь обычную карму обычного человека и выступать от лица праведника, ведя карму всех выступающих от лица церкви и созмеряя ее чистоту с чистотой обычного человека с хорошей кармой, я понимаю, что он не имеет права пребывать предо мною в руле учителя. Он, конечно же, наделен знаниями, полученными из высшего духовного заведения и умеющий владеть словом, но если его карма недостаточно высока, создается тогда вопрос, а сам-то он верует, а сам-то достиг определенного совершенства, чтобы протягивать свою руку в желании ее приблизить к устам нашим. И думается мне, что они еще не те современные служители церкви, которые способны пройти через все жернова и написать следующее. Были такие минуты, везешь тачку, нет никаких сил, а вместе с тем падаешь на колени и говоришь «Слава тебе, Господи!» в дни твоей пасхи я тащу эту тачку. Какой я счастливый, как счастливы родители, которые дали мне жизнь и я за христову правду, за церковь, за Слово Божие, за жизнь христианскую. Так умираю здесь. И какая внутренняя духовная радость. Что вы думаете, только здесь можно переживать Пасху. Может быть в тюрьме, где-нибудь под нарами, еще торжественнее или в ссылке, в какой-нибудь выкопанной живой могиле и тому подобное. Красота. Редактор субтитров